Начиная с подсоветского времени, в нашу жизнь прочно вошли гороскопы, руны, карты Таро и прочее. Причем некоторым астрология действительно очень и очень помогает. Давайте посмотрим сюжет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они все привыкли планировать заранее. Вот и сейчас, ради интереса, впервые решили посетить астролога. Любопытно, что припасет для них предстоящий 2012 год. Тем более, что отношение к гороскопам у Лены и Дениса до похода к астрологу было неоднозначным. Оказывается, чтобы составить точный гороскоп, нужна не только дата рождения, но и время. Ну, разница очень большая. То есть на радио это такой обобщенный гороскоп для всех. А тут вот именно как раз для меня он показывает, чем я занимаюсь, какие мои интересы. Составили на следующий год гороскоп такой по везению. Вот мне вот я выбрал тему такую, удача, везение. Ну, то есть в моей жизни. Вот составил он мне такие дни даже выбрал. То есть вот проверим, насколько правда совпадет. Игорь Михайлович Сорокодум при этом всегда делает оговорку. Многое зависит не столько от гороскопа, сколько от настроя человека. Так подсказывает опыт. Игорь Михайлович занимается астрологией больше 20 лет. Начинал с гороскопов друзей, затем окончил Московскую высшую школу астрологии. Сегодня к нему приходят разные люди. Кто-то хочет составить гороскоп ребенка, а кому-то, как в случае с Еленой и Денисом, требуется индивидуальный астрологический прогноз на год. И знанием одной астрологии здесь не обойтись. Каждый астролог, он, наверное, в процентах 60 своего времени, как и в образовательном плане, так и в консультативном, он занимается психологией. И занятия психологией и астрологией, они параллельно идут. Как психология, так и астрология науки, которые так или иначе изучают типы людей. Вот только в первом случае такая типизация научно обоснована, а вот гороскопы научными назвать сложно. Особенно это касается еженедельных прогнозов, которые есть практически в любых глянцевых журналах, массовых газетах и даже в конфетах. Также и вот эти книги, которые звезды говорят, вот эти гороскопы, которые лежат на книжных полках магазинов, это, ну, такая, скажем, веселые картинки, не более. То есть, которые не отражают сути астрологии. И большинство очень далеки от этого, потому что пишутся непрофессионально. Пишутся, ну, людям надо зарабатывать деньги, что же их обсуждать за это. В интернете, например, полно практикующих астрологов с чисто коммерческими интересами. Прогнозы разных ценовых категорий. Например, начертить космограмму можно за 2000 рублей. Есть и такие, у которых двухчасовая консультация после составления гороскопа стоит не меньше 90 тысяч рублей. И где гарантия, что знание астрологии у таких интернет-астрологов не ограничивается дежурным набором туманных фраз и умением обращаться с незамысловатыми компьютерными программами для вычисления гороскопа. Хотя, как это ни странно, все мы любим слышать о себе хорошее и не хотим признавать плохое. В психологии такое явление называется эффектом Барнума. Человек склонен принимать на свой счет банальные, весьма расплывчатые и общие утверждения. Особенно, если они получены в результате непонятных ему факторов. По сути, гороскоп – это особая форма психотерапии, которая не только программирует на лучшее, но и позволяет порой справиться с неуверенностью. И все-таки не стоит забывать о том, что астрология, как и медицина, очень индивидуальна. И как нет лечения одинакового для всех, так и правильного гороскопа для всех тоже не существует. Это программа «Городское кафе», и мы говорим о том, какое место в нашей жизни занимает астрология и нужно ли доверять гороскопам. Уважаемые гости, мы только что посмотрели с вами сюжет. И пока мы еще, конечно, не знаем, собственно, сбудется ли прогноз астролога, тем не менее, уже ясно, что астролог, по крайней мере, верно обозначил какие-то направления, какие-то сферы деятельности, вот, собственно, своих клиентов. И понятное дело, что у них есть, ну, такой стимул верить в его предсказания. А я бы хотела начать разговор вот с такого вопроса. Астрология – это вещь такая серьезная, либо это такое хобби, какая-то шутка, на которую, ну, не стоит обращать внимание. Елена, давайте с вас начнем. Мне бы хотелось услышать мнение психолога практикующего, а потом бы я... Тем более, что, в принципе, астролога, которого вы вот интервьюировали, я прекрасно знаю, это очень хороший специалист. Ну, Геннадий, тогда вам слово. Ну, хорошо. Порой мужчины, обычно, чаще всего, они говорят, что это все ерунда, это вот такие вот увлечения, это вообще, ну, непонятное занятие какое-то, скажем так, от безделья. Но, тем не менее, так или иначе, многие люди к этому прислушиваются. Кроме того, вот, буквально скоро у нас наступит Новый год, и в преддверии этого праздника разные гороскопы так и посыпятся на головы, вот, собственно, граждан. Угу, угу. Вот. Ну, и... Ну, в этом смысле, стоит ли вообще вот относиться серьезно к таким вещам, как астрология, гороскопы и так далее? Геннадий Авилов. Психолог, кандидат психологических наук, доцент, преподаватель психологии с 1999 года. Коуч-консультант, гештальт-терапевт, бизнес-тренер. Относиться серьезно вы имеете в виду, верить этому или не верить? Ну, и верить, и относиться ли серьезно? Ну, вот, мне понятен вопрос, например, верить или не верить, да? И тогда, ну, на него я как бы могу ответить. Наверное, каждый для себя сам делает этот выбор, верить или не верить в гороскопы. А что до серьезности, ну, наверное, могу точно сказать, что, ну, насколько я понимаю, астрология – это серьезный бизнес, вот, вне всякого сомнения. Ну, астрология – это, ну, некоторая традиция, которая насчитывает много веков. Вот, поэтому, ну, это нечто, ну, заслуживающее внимания некоторого. А насколько доверять гороскопам вот здесь, вот, мне кажется, каждый определяет для себя сам миру в доверии этим, ну, вещам, потому что, это, ну, как было замечено в сюжете, во-первых, конкретный гороскоп для конкретного человека – это вещь штучная, и которая должна учитывать, ну, насколько я так знаю про астрологию, мои поверхностные познания, а вот должна учитывать расположение разных, ну, в общем, и время рождения, там, до минуты, да, и расположение светил и так далее, и тому подобное. То есть очень много разных факторов. Вот, и в этом смысле всегда можно сказать, что мы не учли еще вот этот фактор, поэтому этот гороскоп и не сработал. Мы же еще не учли, там, что-то находилось в каком-то доме. А вот, ну, не знаю. Ну, вы сами верите в гороскопы? Гороскопы? Обращались ли когда-то, может быть, к астрологам? Нет, к астрологам не обращался. К гороскопам отношусь, но не вполне серьезно. Гороскопы – это очень классная штука, она поднимает настроение и, как бы, позволяет, ну, задуматься о каких-то новых возможностях, да, которые, ты так не думал об этом, а какие-нибудь вот эффекты, эффекты, о которых мы говорили, да, заставляют подумать о том, что вдруг у меня правда сегодня там, ну, в гороскопе написано. Деньги. Я встречу, да, я встречу свою вторую половину. И человек начинает думать, особенно если это актуальная для него проблема, он концентрируется на этом. Ну, наверное, Елена не хуже меня знает, что есть такое, ну, понятие, как формирование доминанта, да, когда весь мир уже воспринимается через призму этой вот сверхнекоторой задачи. И тогда, конечно, у человека гораздо больше появляется шансов заметить, ну, кого-то в качестве своей половины, да, ну, просто заметить того, кого никогда не замечал рядом, да, или заметить ту возможность, которая предоставится. Ну, вот как-то так отношусь. Как было сказано в сюжете, что астрология – это как психотерапия. Но есть одно серьезное различие, на мой взгляд. Различие в том, что, как бы сказать, на мой взгляд, мне кажется, что для того, чтобы человек изменился, ему надо осознать какое-то свое несовершенство. Вот, астрология, она, ну, если… Не дает этой возможности. Ну, она на это, во всяком случае, не нацелена, насколько я понимаю. Ничего подобного. Здесь различные направления просто, я тут с вами могу не согласиться. Ну, я с удовольствием послушаю. Давайте, да, мы об этом поговорим чуть позже, просто сейчас вот мнение Елены. Елена Казанцева – астролог, мастер фэн-шуй. Более 20 лет занимается практической астрологией. Бизнес-консультант. По базовому образованию – детский доктор. По ряду моментов, когда стали происходить те моменты, которые не укладываются в те же вот познания классической ортодоксальной медицины, произошли ряд событий, и в результате этого я уже более 20 лет практикующий доктор-астролог. Это могу-могу одно сказать, Наташа. Есть просто два направления, одно четко поляризируется. Одно называется так называемая бульварная астрология, когда действительно на любой интернет-сайт можно зайти и там прочитать массу игрушек и безделушек и различных там анкеток, которые вроде как составляешь, и получается какая-то универсальная вроде как матрица или вариант ответа. Это с одной стороны. А есть чисто профессиональная астрология, которая занимается достаточно глубоко и уже много лет многие, скажем так, компетентные все-таки люди, потому что если заняться таким вопросом, как астрология, историей ее, то она была, есть и будет. И для кого, в общем-то, Наталья не секрет. Это та из отраслей естествознания, которая на службе правящего класса. Практически у всех, если вы вспомните историю средних веков, правителей и в европейских странах, и у той же королевы Медичи или ряд других были свои так называемые дворовые астрологи. И тот же самый еще, есть такие известные фамилии, они вам тоже, наверное, думаю, знакомы, как Гиппократ, Мишель Нострадамус, Амбруас Парве, Авиценна. Они были не только великолепными докторами, но они были астрологами, потому что они знали не только, чем лечить, как лечить, но и когда. То есть от момента начала какой-либо терапевтической процедуры порой зависел исход, насколько человек будет здоров или, как говорится, как долго он будет тяжело болеть. Это с одной стороны. А кроме того, определенное время я жила в Москве, и я, например, знаю абсолютно точно, что у каждого члена Госдумы есть свои личные астрологи, психологи, экстрасенсы, целители и многие там парапсихологи и профессиональный бизнес-консультанты, которые занимаются психологическими аспектами, коучинг и тому подобное. Почему это есть? Ну, потому что есть такое выражение, что тот, кто владеет информацией, тот и правит. Наташа чем? Правит миром. Совершенно верно. И когда, допустим, тот же вот Борис Николаевич Ельцин ушел в другие миры, то у нас было целый ряд семинаров определенных, тем закрытых, где было сказано, что Татьяна Ельцин – это ее дочь, его дочь, она была не тем иным, как серым кардиналом. По образованию, кстати, доктор. И она всегда и везде использовала услугами астрологов. И когда, допустим, встала тема кардиоваскулярного шунтирования у Бориса Ельцина, то были составлены гороскопы не только лично его для… есть такое направление астрологии инициатив, когда начинать эту плановую хирургическую операцию, но были составлены гороскопы и все команды оперативные, которые делали деятельность. И, может быть, вы знаете, что после того, когда все эти процедуры произошли, Борис Ельцин, ну, был на Тибете определенное количество времени, и там определенно с ним произошли хорошие процессы, и, скажем так, точка смерти его была отодвинута по ряду моментов. Поэтому, если говорить о бульварной, да, пожалуйста, что там, посмотри в гороскопчике у меня, ну, загляни в интернет, посмотри там на эту безделушку. 5-10, ну, может быть, 30% там что-то есть близко к психотипу. Остальное, да, это может быть не сбываться, и это будет просто игрушкой. А если говорить о профессиональной астрологии, которая имеет многовековые традиции, которая, увы, славянами и россиянами далеко и глубоко потеряна, то да, можно говорить, что это ерунда, ничего серьезного, но правящий класс и управленцы высшего звена, я от вас уверяю, все имеют профессиональных астрологов. Ну, да, на самом деле, это не игрушка, а это еще есть такое направление, как бизнес-астрология, есть и политическая астрология, в которой профессионалы владеют и делают правильно многие вещи. Ну, конечно, ни у кого не вызывает вопросов, наверное, тот факт, что вот это засилье, скажем так, гороскопов и вот таких, как вы выразились, бульварной астрологии, да, оно присутствует в нашей жизни. Но, с другой стороны, наверное, многие относятся к этому, ну, как к игрушке, да, все равно, чаще всего. Ну, да, где-то посмеялись, где-то посмотрели. Вот, значит, вопрос какой. Если, например, человек решил воспользоваться услугами астролога, составить вот карту, скажем так, вот, как вы сказали, для того, чтобы, да, владеть миром, это натальная карта, да, у вас? Да, вот у меня, допустим, два есть, да. Я тебе только так уголок поверну, есть фамилия, чтобы не было. Да, вот, допустим, такой. Вот такие вот карты представляет у нас Елена. Вот такие вот штуки. Но, опять же, как вычленить среди многочисленных специалистов, которые предлагают такого рода услуги, того человека, который на самом деле может делать верный прогноз? Вот, это первый вопрос. Ну, во-первых, надо беречь либо своей интуиции, либо искать профессионалов по определенным, либо информационным сайтам, либо по книгам, которые пишут астрологи. Вот я, например, занимаюсь достаточно много лет, я издаю уже более 11 лет, допустим, профессиональные вот такие вот книжки. Но они достаточно популярные. То есть, вот, лунные календари, где даются мои реквизиты и рекомендации именно для зоны Кузбасса, этого региона, вот, по определенным параметрам. То есть, есть информация, есть определенные моменты. А потом, ну, есть такой момент, вы, наверное, знаете, одна дама сказала, рекомендации имеют значение. Ну, интуитивно, вы, допустим, скажите, Наташа, зубы лечите у одного и того же стоматолога или к разным приходите? Ну, я у одного, да. Значит, вы за уже определенный жизненный опыт приняли для себя решение, что лучше обращаться к одному и тому же специалисту? Да. А почему? Нет, ну, в данной ситуации я воспользовалась услугами этого астролога, меня качество этих услуг удовлетворило, и я поэтому продолжаю лечиться у него. Стоматолога? О, стоматолога. Ой, боже мой. Да, естественно, стоматолога. Но может же быть такой момент, когда человек обращается к астрологу, скажем так, ну, не знаю, где он его нашел, но именно к астрологу, к конкретному человеку, то есть не через интернет, а вот приходит даже в Кемерове. И может быть такое, что это ему во вред. Вы сталкивались с такими случаями, когда к вам обращался, например, человек, который приобрел какие-то психологические проблемы вот в связи с обращением к астрологу? Нет, я не сталкивался с такой проблемой. То есть к вам такие люди не обращались, да? Вот. А к вам... В позиции медицины, если вообще из-за опыта Гиппократа, не навреди и не убей. Но если принять тот же аспирин или энальгин в больших дозах, он может стать ядом. С другой стороны, те, кто занимается профессиональной астрологией, они, во-первых, вы правильно сказали, что астрология, вот именно консультативная деятельность, это не что иное, как очень близкое к индивидуальной рациональной психотерапии. Практически это делается чаще всего, когда человек беседует с глазу на глаз. И по ряду моментов, ну, человеку в любом случае дается свобода выбора. И есть еще и понятие факторов случайности, потому что 15-20% из того даже информации, что человек получает, она может еще и отнестись именно к фактору случайности, почему не все те моменты или те ситуации, которые говорит, допустим, консультирующий астролог, обязательно должны сбыться. Ну, а что касается вот партнерской совместимости, я могу, Наталья, вам следующее сказать, что вот в восточных странах, особенно, допустим, в республике Шри-Ланка, в Индии и на Востоке, культ или институт астрологов весьма уважаемы. Там, например, ни одна обращающаяся пара до того, как не совершат визит к астрологам, а у них на каждой улице они есть, но это не значит, что они непрофессионалы, их просто достаточное количество в этой стране есть, ни одно это событие не происходит. И если, допустим, этот астролог посмотрел и видит, что по ряду моментов эта пара не совместена, свадьбе не будет, даже если гости приглашены, и уже чуть ли не столы накрыты. Там просто свадьбы не будет. Но в этих странах, надо отметить, с позиции статистики меньшее количество олигофренов, с генетическими аномалиями, и там практически нет разводов. Ну, видите, мы говорим все-таки о тех вещах, которые, собственно говоря, проверены временем. Это же культура в этих республиках, она же возникла не вчера и не сегодня, а наверняка это вот веками проверялось. Ну, вот Геннадию неизвестен этот... Там работают, ну, среди факторов не только астрология, но и культурные особенности, особенности восприятия. Совершенно верно. Там и другое отношение к женщине, и вообще к традициям семьи. Я все-таки вот про опасность. Ну, здесь нельзя говорить, что это доказывает. Вы вот не сталкивались с такими случаями? Ну, я тогда приведу пример вот из собственной, скажем так, практики. Потому что вот моя подруга, например, она как раз вот в такой сложный период жизни, связанный там с потерей близких людей, она, ну, собственно, решила обратиться к астрологу, который был астрологом-приезжим. Это был астролог из Екатеринбурга, да, там с многочисленными рекомендациями, который там раз в тысячелетие приехал в Кемерово и так далее. То есть как бы все это было очень серьезно. И после визита к этому человеку, да, учитывая, что этот человек тоже был, ну, скажем так, в таком очень депрессивном состоянии, связанном с объективными причинами, этот человек впал еще в более глубокую депрессию, потому что астролог озвучил, ну, к счастью, эти прогнозы не сбылись этого астролога. Причем, да, он составлял натальную карту, он там какие-то игроскопы эти слал на год, вот и так далее. Но смысл в том, что одного визита было достаточно для того, чтобы человек вообще просто впал в такую депрессию, из которой, ну, не знаю, его всем миром нам пришлось выводить, там, не знаю, на протяжении нескольких лет. Пока, собственно, и не произошел ряд событий, которые опровергли вот те прогнозы. После рекламной паузы мы продолжим разговор. Редактор субтитров А.Семкин